повторяем планировку третий раз кто-то скажет что в принципе это самая удачная планировка но ширина санузла метр семьдесят шесть где-то 850 у нас 820 всего да здесь нужно распланировать так теперь четко чтобы не было вопросов добрый день дорогие друзья сегодня мы находимся в квартире 34 квадратных метра и планировка такая же как была у нас в предыдущем ремонте это мы уже делаем повторяем планировку третий раз вот так что давайте как мы и повторяем теперь теперь как мы и повторяем в общем здесь была просьба сделать два отдельных входа частично вход у нас получается отдельно в спальню отдельно у нас в кухню чем это чревато кто-то скажет что в принципе это самая удачная планировка но я вам могу точно сказать что где-то 9 из 10 посчитали планировку идеальной совсем другую там где встроенный холодильник то то те люди которые нас смотрят постоянно они поняли о чем я сказал чем чревато вот эта планировка это чревато тем что санузел у нас мелковат обратите внимание что здесь здесь у нас ширина санузла метр семьдесят шесть где-то метр семьдесят пять ширина вот это очень маленькая очень маленькая потому что благодаря двум проемом и некоторым техническим характеристикам мне приходится сдвигать на что влиять и на на что как бы я могу это только на технические кита показатели во всем остальном а планировка зависит от расположения окон и параметров спальни то есть я не могу спальню сделать там 240 потому что мне будет прохода соответственно мне надо сделать ее хотя бы там 270 280 в идеале 293 то есть опять же есть какие-то простые параметры которые мне нужно соблюдать в общем дальше раз уж мы заскочили сюда то здесь нужно распланировать так теперь четко чтобы не было вопросов первое инсталляция у нас получается будет где-то в этом углу почему в этом потому что в этом потому что в этом я хочу нарастить немножечко стеночку для того чтобы вот здесь располагалась у нас нам придется нарастить потому что зеркало иначе не повесить и вот здесь нам надо нарастить где-то на ну где-то на 90 хотя бы если у нас будет 90 раковина это будет очень хорошо плюс по эстетике вы из прохода попадаете как раз на зеркало и на большую красивую раковину кстати отметочку по моему я вот уже уже что-то ставил вот так вот так примерно на на стене я нарисовал уже примерно вот так это будет выглядеть ванну ванну конечно же лучше ставить угловую но есть одно но в принципе мы здесь если постараться мы можем засунуть вот в это место в это место мы можем хорошую простую прямую ванну тоже поставить что мы делаем у нас по идее была угловая ванна но и сейчас все получится по разметке мы может быть сделаем простую прямую первое у нас должно быть здесь 850 у нас 820 всего да то есть если ванну делать на 700 на 700 то мы в общем может быть и попадаем но лучше судьбу не испытывать так давай давайте теперь померяем сколько у нас здесь сколько у нас есть 1820 1820 так нам нужно для того чтобы так у нас здесь 1100 до 1100 где-то на 800 у нас вылет от унитаза то есть унитаз у нас закончится где-то где-то вот здесь значит значит 800 300 значит где-то вот отсюда вот отсюда в ту сторону нам нужно 900 чтобы получилось почему потому что здесь мы можем использовать какие-то шкафчики потайны еще сделать а здесь у нас должна располагаться 300 еще 600 вот но это в идеале в идеале если мы 600 вот здесь у нас получается станет раковина и зеркало чем суть вот здесь будет инсталляция и примерно вот так вот так у тебя становится вот здесь это так вот вот этот угол и вот этот вот эта точка унитаза здесь не будет прохода то есть он будет но он будет узенький да то есть если по поставить вот смотри вот здесь получается 800 на инсталляцию значит центр где-то ну вот тогда выходит а здесь получается должно быть 450 500 то есть видишь какой узкий проход вот он лишь какой маленький зиме вот этого часть не нравится чтобы вот здесь расширить значит мы должны либо вот такую раковину поставить чтобы срезать вот эти углы и тогда у нас получится не квадратная него такая раковина вот такая а получается что за она будет раковина и у вас тогда проход более-менее станет свободным вот плюс ее чуть-чуть сместить сюда и у нас тогда получится проход ну идеальный кстати в начале видео я сказал где-то 176 у нас до метр семьдесят сейчас ванна то есть на метр шестьдесят можно вполне стандартная ванна метр семьдесят на семьдесят мы поставим метр шестьдесят на семьдесят и у нас она четко должна залезть так что друзья я думаю у нас все получится здесь мы можем еще сделать шкаф но шкаф должен быть не по самому краю а чуть чуть меньше для того чтобы было расширение пространства потому что во-первых будет открываться сюда дверь для чего мне нужен технологический отступ вот этот маленький а для для того чтобы дверь открылась на 90 градусов и вот здесь вот здесь шкаф лучше ставить давайте я сейчас схематически это все нарисую вот чтобы было четкое понимание шкаф должен быть не вот отсюда не вот так шкаф должен быть либо срезанный угол вот так срезаться чтобы при входе в комнату было расширение пространства потому что когда станет кровать она все равно вылезет немножечко на на вот эту часть потому что мы максимального смотрите метр девяносто два то есть вот это расстояние около двух метров а у нас вот здесь метр девяносто метр девяносто два то есть вот вот у нас получается что кровать все равно вылазить немножечко на на проход этого мы никак не избежим в любом случае поэтому хотя бы шкаф нужно желательно со срезанным углом сделать для того чтобы при входе получается срезанный угол дает нам сразу расширение пространства вот в принципе маленькая запчасть которая нужна для планировки так а а размеры и габариты у нас кухни по моему если не ошибаюсь у нас то ли 280 или 290 я сейчас точно скажу 273 получается для кухни этого о выше крыши дальше дальше мы будем планировать электрику зависимости от того будет ли у нас газовое оборудование либо не будет так как все таки мы делаем 2 отдельных комнаты не просто так скорее всего это будет дополнительное спальное место а если здесь дополнительное спальное место будет соответственно котел желательно бы убирать думаю сейчас на вот этой стадии планировки мы видео закончим и дальше следите за тем что мы будем делать и как и вы увидите детали планировок и как эта квартира превратится уже в жилую так что друзья в общем говорю вам до свидания всего доброго пока пока